На сцене Чувашского драмтеатра премьера пьеса Николая Коляды «Баба Шанель». Это произведение – находка для любого академического театра. Здесь можно увидеть гармоничное сочетание разных поколений, характеров и судеб. Спектакль смотрела Татьяна Филатова. Национальные костюмы и песни позволят зрителю стать еще ближе к своей культуре. Но речь в пьесе пойдет вовсе не о веселье, а о проблемах женщин, которые стараются не показывать своих слез и, несмотря ни на что, радуются жизни. А сюжет таков. В доме престарелых пять героинь отмечают в юбилей своего коллектива фольклорные песни. К ним приходит новая солистка, и художественный руководитель заявляет женщинам, что они теперь будут только в массовке. Негодованию героинь нет предела, ведь в песне заключается их жизнь. Только в песне они могут быть свободны. Основная тема спектакля – это одинокий крик в пустыне людей. Как бы люди стареют, растут дети, вырастают внуки, правнуки и становятся в конце жизни никому не нужными. Спектакль об этом. Хочется воспитывать, ведь молодое поколение, я же конкретно на молодое поколение все-таки пыталась поставить. Я не знаю, что из этого получилось, это уже зритель скажет. И хотя играют все два часа на сцене беспрерывно артисты пожилого возраста с танцами, с чувашскими песнями, я повторяюсь, но я оставила для зрителя для молодого возраста. Несмотря на то, что все героини были когда-то брошены своими детьми, они продолжают жить и стремиться к лучшему. Увлеченные сложными и интересными ролями, актрисы не замечали, как проходит время на репетициях. Такой нагрузки не выдерживали даже молодые актеры. Видимо, сложность прежде всего в том, что здесь, в этом спектакле, главные герои, эти пять бабок, они вообще работают, не выходя со сцены. Это очень утомляет. А легко, легко как? Легко как? С профессиональными артистами, тем более здесь одни корифеи, одни такие великолепные артисты, и старшие, и самые старшие поколения, и вот средние поколения, артистки моего поколения, ну, они уже тоже со стажем, у них тоже есть опыт работы. Нет, работалось хорошо, очень хорошо. Пьесы заставляют думать, но в то же время со сцены передается и много положительных эмоций. Благодаря таким талантливейшим актрисам нашего театра, это Вера Кузьмина, которая в следующем году будет 90, это Нина Яковлева, это Любовь Федорова, это Нина Григорьева. Безумно было приятно с ними работать, и я была признательна и очень благодарна, что они мне доверились, поверили в меня. В Доме культуры «Салют» прошел фестиваль «Блуждающие звезды». Талантливые ребята с ограниченными возможностями демонстрировали свои способности в области вокала, хореографии, инструментальной музыки, художественного слова. Каждый участник этого фестиваля преодолевает много препятствий и достоин самых высоких похвал. Наша съемочная группа узнала, как талантам удается многое успеть. Десятилетняя Ксения Анишева с детства плохо слышит, но она очень способная девочка. Круг ее интересов ничем не ограничен. Она любит рисовать, петь, но главное ее влечение – спорт. Ксюша увлекается настольным теннисом. Неоднократно становилась победителем всероссийских и республиканских соревнований. А делать успехи помогает учитель физкультуры Александр Петров. Ксюшу растет и воспитывает папа и бабушка. Ксения занимается настольным теннисом. Занимается с первого класса. У нее очень хорошо получается именно этот вид деятельности, потому что наши дети занимаются и легкой атлетикой, и бадминтоном, и в плавании. Но вот настольный теннис Ксюше дается лучше всего. 15 грамот у нее уже, и причем республиканского уровня, всероссийского уровня. Поэтому мы думаем, что в будущем мы вырастим, конечно же, олимпийского чемпиона, так как в нашей школе уже три олимпийских чемпиона имеются. Фестиваль «Блуждающие звезды» создает условия для детей и молодежи для максимального раскрытия и реализации всех своих талантов. История этого проекта начинается с 2005 года, когда он стал победителем в объединенном городском конкурсе проектов «Культурная столица Поволжья-2005» и был поддержан грантом президента Чувашской республики. Оксана Александрова, Евгений Анисимов, Республика.